Сокращение дефицита на процент в год – такое видит ключевую задачу при формировании бюджета Министерства финансов. Когда показатель превышает 3% ВВП, это вызывает вопросы у инвесторов, подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов. Следующий год будет сложным годом подготовки бюджета. Нам нужно будет сокращать дефицит бюджета, который также будет являться ключевым макроэкономическим параметром, ответственным за рост, за балансировку бюджета, за снижение инфляции и стабилизацию макроэкономических показателей. Снизить дефицит поможет приватизация, в частности, госпакета Роснефти, а кроме того, дивиденды госкомпаний. И еще один фактор, который, безусловно, повлияет на верстку бюджета – это цены на нефть. Если цена на нефть будет 40%, мы оцениваем дефицит порядка 3-3 десятых процентов ВВП. Соответственно, если это будут в полном объеме реализованы все те мероприятия, речь идет о мерах по повышению доходов, по оптимизации расходов, по источникам финансирования дефицита бюджета. В этом году по плану будут задействованы средства резервного фонда, около 2-1 трлн рублей по плану. Возможно, будет это несколько больше. Мы будем всячески минимизировать траты из резервов, понимая, что подушка безопасности необходима нам на предстоящие годы. Сократить расходы еще можно за счет оптимизации госпрограмм. В прошлом году половина из них выполнялась неэффективно, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Действовали 39 программ с общим объемом финансирования 7,5 трлн рублей. В Минэкономразвитии уверены, что их количество без ущерба можно сократить. Количество госпрограмм в настоящее время является избыточным. Их цели во многом являются либо однотипными, либо друг друга дублируют. В этой связи целесообразно рассмотреть возможность оптимизации количества госпрограмм. Через месяц Минфин представит бюджет на следующую трехлетку с учетом всех замечаний. Анастасия Рудакова, Вести.